Смотри, вон Пабло. Черт, ух ты! Фамилия Пабло была Эскобар. И для тех, кто не в курсе, последние 20 лет он был самым главным боссом, волшебником. Он ждет. Ладно, пошли. Как? Это ошибка? Никакой ошибки. Я сказал, что должен пойти только он. Ты останешься. Что? Ничего, иди. Нет. Какого... Все будет нормально, иди, Джордж. Момента, момента, сеньор, момента. Какого черта, я туда не пойду. Пойдешь. Нет, переговоры на тебе, забыл? Он сказал, что сеньор Эскобар хочет видеть тебя, а не меня. Иди. За мной, пожалуй. Ладно, ладно, хорошо. Не дрей, Фамиго. Ладно, к черту. Значит, это вы берете 50 кило, и они исчезают за день. Вообще-то, за три дня. Эль магика. Приветствую, мистер Джордж. Добро пожаловать в Колумбию. Муча с грацесс. Он был мужественный человек. Доносчик? Да, стукач. Он мог бы сбежать, уехать за границу, пойти в полицию, но... Остались бы жена, дети, родители, друзья. Многие погибли бы. Дело есть дело. Си, си, я компрэндо, я компрэндо. Что ж, пользуясь возможностью, благодарю за приглашение в вашу прекрасную страну. Она прекрасна. Но бедна. Да. Кофе, бананы, главные продукты экспорта. И еще мото. Власть захватили проклятые коммунисты, но это другая история. Сегодня наше дело кокаин, да? Си, да. Лично мне нужен американец, которому можно доверять. Человек честный, умный. Вам нужен смелый американец, сеньор Эскобар? Да. И смелый, мистер Джордж. Знаете, я могу многое делать. Перевозить кокаин с вашей колумбийской плантации в Штаты. Например, в Калифорнию. У меня есть летчики и есть самолеты. Хорошо, хорошо, но мне нужны подробности. Какова цена? Ну, если так, наобум, я должен поговорить с Диего и так далее, но грубо 10 тысяч за кило. Сколько перевезете? Ну, опять же, эти вещи я должен уточнить с компаньоном, но 300 килограмм – это 3 миллиона долларов. Это я понимаю, но, пожалуйста, снимите. Да. С Диего есть проблемы. Он угонял тачки, пришлось вытаскивать его из тюрьмы, это причиняет неудобство. Диего может доставить неприятности. Я не люблю неприятности. Я компрендую, я компрендую. При всем уважении, Эль Падроне, Диего – мой компаньон. Я не договариваюсь без него и не веду дела. Не могу. Точно? Вы мне нравитесь. Ладно, но хватит о делах. Поехали кататься. Нам ведь есть еще о чем поговорить.